Ну что, всем привет! Вы снова на моем канале Яна Лученко. Сегодня у нас очередной мукбанг, и мы будем кушать кисадилию. Эту кисадилию мы готовили сами, самостоятельно. Это рецепт опять от Dinner Lab, поэтому мы не рискуем и берем их на мукбанг. Давайте скорее кушать, потому что остывшие кисадилии это уже не то, это уже невкусно. У нас сегодня опять перчатки, потому что кушать будем руками. Сегодня мы опять с лягушей. У нас здесь еще, кстати, есть сметанка, потому что это надо кушать обязательно со сметаночкой. Я очень голодная, я пока готовила, мне просто... Хочется съесть. Очень хочется съесть. Мы даже немножко добавляли перчика чили. Да, там два было. Мы ходили на улицу, у нас ужасно метет, просто какая-то зима пришла. Да, и ты не можешь посмотреть даже, что там за горло. Невероятно, да. Ой, смотрите какая. Ой, куда капнула. Вторую. Вторую тоже? Да. Ну, я уже, правда, зажирнилась. Да. Собачка. Ах, какая красота. Я тоже. Сейчас попробую. Такая прям жирненькая. Надо. Мне уже не надо липать. Они тебе поедут. Болос. Я уже? Да. А там не перчик? Угу. Это не в этом перчик? Нет, перца нет, я убрала уже. Угу. Вкуснятина получилась. О, там еще сметаночки. Сметанка здесь прям то, что надо. Прям побольше. Угу. Угу. Тебе нравится? Угу. Мне тоже. В общем, мы ходили на улицу. Просто ветер очень сильный. Угу. Прям фигачит в лицо. Угу. Невероятно. Еще снег. Вроде бы не так холодно. Угу. А мы взяли крылья. В общем, она на куртку делала крылья. Фея. Угу. И очень сильно ветер дует. Она кричит. И мы взяли... Че ты? Показывай, как я кричала. Ага. Взяли крыло. Она сеточка. И вот так вот ей закрыли. В общем, к дому еле подошли. У нас еще дом такой. Участок прям хорошо проветривается. Сквозняк сильный. Особенно, когда ветер. Можно вообще не подойти. У меня один раз... Я еще вот так? Верю так. Там еще агатовая подружка. Черт. Угу. Вчера выяснили, что ее подружка, оказывается, живет в соседнем подъезде. Угу. В общем, во дворе очень сильный сквозняк. И мы летом. В общем, я припарковалась. Припарковала машину. Стала выходить. И у меня дверь тупо вот так выбила. Выбила в соседнюю дверь. Ну, ветром. То есть я своей силой даже не смогла удержать дверь. Настолько был сильный ветер. И вот если поднимается ураган или ветер, и вообще невозможно подойти к подъезду. Тебя просто сносит. Она так текает. Ну, кушай так, если у нее удобно. Я так накинулась на первый кусок, что я уже наелась. Слушайте. Кстати. Теперь это отширно. Да. Теперь это можно отдавать. Этот рецепт будет у меня в инстаграме. Вчерашние тевтельки я уже выложила в инстаграме. Там есть рецепт. Можете зайти посмотреть. А вот эта кисадилия, она тоже будет. Очень вообще просто готовить. Никогда дома я ее не готовила. Думала, что так сложно. Тебе сметанку? Нет, я с мамой. С полкетами. На деле проще простого. Прямо заходит на ура. А, кстати, завтра будем... Завтра будет тоже макбанг. Да. Завтра он будет с роллами. О, закажем роллы? Да. Да, завтра закажем роллы. Съела один кусок и наелась. Им. Все? Ну. Закончилось видео? Ага. И наелась. До свидания. Да нет. Им. Конечно, прям такая жирная получилась. А, еще кусок. Тут сырочек. Покажу вам. Я думала, даже мало будет целой лепешки. А мне казалось, даже много. Очень много. Для меня. Ожог. В общем, завтра будем сравнивать роллы. Да, сегодня мы поедем. В детский мир. В детский мир. Ей подарили сертификаты на день рождения в детский мир. И. Ну, надо съездить купить. Мы хотели вчера. Уже вечером поехали. Не я уж не. Угу. Кто-то вырубился в машине. Я вырубилась. В общем. Завтра хотим сравнить роллы. Жареные. Из доставок. Мы. Будет три доставки. Мы там никогда не заказывали. Для нас тоже будут новые доставки. Попробуем. Посмотрим. А что-то новое. То, что сидят. Ну, и две бабки. И сушаток. Угу. Детская бабка. В общем, погода такая. Ой, мы сегодня спали. Вчера Вигея уснула в семь вечером. Уже вот в машине. Она вырубилась в семь. Ну. Обычно она так подремлет. Она уже днем не спит. В общем, потом проснулась пол седьмого. А. Она проснулась где-то в девять. В итоге опять уснула. Потом проснулась пол седьмого. А я пол седьмого. Не могла спать. Хотела спать. Очень сильно. И вот Эгена. Вообще не помню, как это произошло. В общем, мы проснулись уже полдесятого. Она, в общем, со мной. Дальше тоже уснула. Что-то вертелось, вертелось. Рассказывала, рассказывала. В итоге я потом отключилась. Встем уже уехал на работу. Глаза открываем. Уже полдесятого. Непонятно. Не знаю, осилю я еще один кусок или нет. Это очень сытно. Наверное, да. Не знаю. Ну, половинку, наверное, точно съем. Вот. Не знаю. Еще заказала. Вчера уже сделала заказ новых наборов на следующую неделю. Вот, воскресенье должна привезти 23-го. Кстати, 24-го, говорят, выходной. Даже не знала. Это вот самое сочное в центре, которое. Надо было с нее начинать ее кушать. А это что там? Что надо? Мне что-то делать. В общем, заказала там интересные зеленые блинчики. Наверное, они будут тоже на мукбанке. Если они у меня получатся, я вам их обязательно покажу. Еще. А какие еще зеленые блинчики? Ну, вот там у них зеленые блинчики. Еще там с авокадо. Здесь какие-то блинчики. А, апокадные блинчики. Ага, вот она. Да, если вы идете на свидание, то, как я садилю, не стоит заказывать. Я хотела с утечками, а не нет. Ой, ладно, я все-таки ее доем. Сметанку. Ой. Хочу очень сильно посмотреть фильм «Лед 2». Я видела «Лед 1». Мы еще жили на Сахалине. Это уже два года прошло. И вышел новый фильм. И первый мне понравился. Я бы хотела второй тоже посмотреть. Это что второе? Он уже идет. Сейчас? В кинотеатре, да. Ну, я не знаю, когда я его посмотрю. Сегодня? Но мне понравился первый. От второго тоже все восторги. Я думаю, что, наверное, второй тоже хороший фильм. Стоит посмотреть, сходи. Стоит посмотреть, сходи. Пожай мне целфетку. Ой. Смотрю и не знаю. На самом деле, я бы уже... Если не мог банка, я бы уже на второй остановилась. Даже на полтора, наверное. Мне тоже хочется подчеркнуть. Прям уже наелась. Прям уже хорошо. Вообще, кушать так хотела. Мы так что-то позавтракали. Скудновато. Ой. Завтра будут роллы. Все. Еще заказала, кстати, из набора. Заказала вот эти блинчики. И заказала там как-то по-царски. Кроличья печень. Ну, что-то тоже замудренно. Еще у меня остался суп. Типа мисо-суп. Это уже из набора. В общем, это у нас доставка наборов в Тюмени. Рецепты с наборами продуктов. Я уже говорила в прошлом видео. Вот. Я по ним готовлю. И все рецепты выкладываю в Инстаграм. Да. И там у меня еще остался суп. Но я не знаю. В Инстаграме, конечно, будет рецепт этого супа. А вот на мукбанг, выходить ли нам на мукбанг с этим супом, не знаю. Так что можете написать. Как насчет супчика. А то я ее выверну. Вчера было так очень тепло. Я вечером вообще только в одной кофте ходила на улице. Ну, конечно, там от машины до здания, но все равно. Я такая межлячка, что я мыср буду выносить, оденусь. Три подштайника. И очень было тепло. И даже без куртки. Я так обрадовалась. Лето? Да. Я думала, о, неужели весна пришла? Мне кажется, там все размазала себе, помаду, присудили. Да? Как у тебя рот тоже глядный. Я только хотелочка. Было так, а сейчас вообще у нас на подоконнике на балконе намело прям сугроб. Мы не закрыли окна, пока ходили гулять. Намело уже сугроб на подоконник снега. Мы когда уезжали в Сахалина, это было вообще невероятно. Ну, во-первых, на Сахалине как бы и так, и так. То есть, если там выпадает снег, идет там какой-нибудь циклон, то там все как завалит полностью. И именно в тот день, когда мы должны были улетать, мы уже вообще переезжали с Сахалина в Тюмень. То есть, мы улетали с Сахалина. Это был март. Это было третье, что ли, марта. Это было невероятно. Господи, как там все замело. То есть, мы там ели с подъезда вышли. И вообще не понятно, зачем мы поехали в аэропорт. Ну, мы просто такси даже не могло подъехать во двор заехать. Не то, что к дому, к подъезду. Он во двор не мог заехать, потому что все. Мы так добирались. У тебя вот с подъезда выходишь, и ты сразу проваливаешься по колено. То есть, дверь очень тяжело открыть. А у нас не отменяли рейс. Не откладывают, не отменяют. Не могу съесть. И непонятная ситуация. Мы звоним в аэропорт. Пока нет-нет. Все по плану, все по расписанию. Погода невероятная. Но все по плану, все по расписанию. Мы туда едем. Приезжаем в аэропорт. Она еще совсем была маленькая. Два года ей было. Вот из полна. За два года в марте мы уехали. Мы приехали в аэропорт. А потом два стал. А потом четыре. Таксист, наверное, ехал 10 километров в час. Потому что ничего не видно. Вот столько. По городу, мне кажется, вообще реально только все люди в аэропорт ехали. Ехали. Мы приехали через 20 минут, наш рейс отменили. Просто на 20 минут поспешили. И все. И нас, в общем, эвакуировали. Мы реально выходили. В общем, автобус не мог подъехать даже, чтобы мы вышли из аэропорта. Чтобы мы вышли из аэропорта. И мы шли. И я ребенка спрятала вот так вот в себя. Прям закутала. Самому идти нереально. Потому что вот этот снег, он тебя валит просто. Это очень тяжело. Надо было пройти, не знаю. Но прям, это казалось, этот путь от выхода до автобуса оказался просто невероятно длинным. Нас привезли, расселили в отель. Мы дождались ночи. Все стихло. И все. Ночью мы улетели. Но это вообще был такой ураган. Это буря. Вот честно, мы попадали в песчаную бурю. Мы попадали в дожди. Вот в такие... Ну как, в ураганы с дождем. Ну в ураган со снегом, конечно. Это было вот на Сахалине. Когда мы это все переживали. Потому что когда шли там дожди, как-то все равно проще. Да, воды тоже было по колено. Просто дождь, если там пошел, то как бы это все заливало. Ну дождь, это как бы вода утекает. А снег, он никуда не утекает. Он накапливается, накапливается. Мало того, что я сама по себе маленькая. Мне очень тяжело преодолевать эти сугробы. И я как вспомню, то есть это вообще было жестко. Потому что на ребенка, я помню, у нее прям тоже включился какой-то, видать, инстинкт. Потому что мы ее закрыли. Я ее очень плотно к себе прижала. И она там сидела у меня вот так, как просто глазками хлопала. Потому что было даже очень тяжело, вот просто дышая. То есть ты идешь, ты себе сам лицо полностью закрыл. И в принципе не видишь, куда идешь. Артем меня держит. Мы по цепочке шли, каждый друг друга держал. Я еле отдышалась потом в автобусе. Вот просто вот так вот не могла. Потому что ты идешь, там в принципе ветер фигачит. И ты в принципе дышишь через раз. Тебе тяжело, ты несешь ребенка. У Артема, естественно, были чемоданы. Представьте, мы улетали. Сахалин у нас там три или два чемодана. Два рюкзака, коляска. В общем, это он все на себе нес. Я несла ребенка. Ой, это было вообще просто. Мы не могли улететь. Да? Да. И все, я буквально там стихла, все. В 12 ночи нам позвонили. Приехал автобус. Такая тишь, гладь, как будто никакого снега и не было. Причем там чистят основные дороги, естественно, сразу. Там сразу выходит техника. Снег фигачит, они все равно его убирают. Вот это я очень удивлялась на Сахалине. Все чистенько выехали, спокойно прилетели. Как будто вообще ни снежинки, ничего. Прям вот тишина идеальная. Вот прям вот реально природа успокоилась. И, ну, это еще ночь была, то есть город весь спит. И мы таки едем после вот этого урагана снежного. Просто природа, конечно, у нее свои правила. Все, я доедаю последний кусок. Будем завершать видео. Не будем его делать длинным, потому что пока я еще не понимаю, лучше длинное или короткое. Но я думаю делать вот видео, как они идут. То есть не зацикливаться на какой-то определенной, на каком-то определенном периоде, что вот мне нужно сделать видео, укладываться. Я думаю, просто это как обычный разговор. Либо у вас сегодня будет длинный разговор, либо короткий. Поэтому буду снимать видео, как они у нас на самом деле идут. Так и буду вам снимать. В общем, вот у меня последний кусок. Честно, я вегушу мы не будем ждать, потому что это до утра мы будем ждать, пока надоест. Давайте будем ориентироваться меня. Но все равно я съела три куска. Да, просто невероятно что-то. У нас закончились даже салфетки. Он принес лопаську с салфеток. Все изляпались. Ну что, будем завершать наше видео. Сегодня мы очень вкусно с вами поели, поболтали. Я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Жду вашей обратной связи. Всем спасибо. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok